О том, что пять полузащитников номинальный, форвард тоже номинальный и покажет игра, как будут прежде всего действовать наши футболисты и полузащитники в созидании. Но, внимание, нашим воротом рвался Сильвен Бельтор. Это лучший бомбардир чемпионата Франции, только что закончившегося, представляет чемпиона Франции клуб Бордо. Вот он пробил поворотом, очень опасный форвард. И в отличие от пятый номер Алексея Смертин, как в последних матчах, во всех последних матчах сборной, он располагается на месте волнореза переднего защитника Югариев. Рвется к нашим воротам, никто его не атакует, он бьет. Пошел в штрафную, пользуясь тем, что его никто не атаковал. Очень опасно пробил, тем более, что идет дождь, мяч скользкий, с трудом Филимонов, который только-только оправился от травмы. Мячом Анелька. Открывался Джаркаев. Анелька идет сам, играет с Джаркаевом. Вот он Анелька, вот и кроссе, постраховала Нобка, молодец. Винтор продолжает атаку, отдает Дешаму, падает, спотнулся Джаркаев. Все в рамстому. Повторяю, нам сегодня нужна только победа. Юрий Джаркаев, пас на правый фланг. Винтор с мячом. Прошли в Варламов. Винтор идет в обыгрыш. Подача. Смотрите, как на эту передачу выскакивала Анелька. В последний момент подставил ногу Алексей Смертин. Вот проход Винторда еще раз. Нападающий из Бордо, 25-летний форвард. Вот он забил 22 мяча в 32 матчах за Бордо, в закончившем 3 сезоне. И во многом способствовал тому, что в клуб стал чемпионом. И вот в одном из матчей, по-моему, Арсенал играл с Астон Виллой. Рассердился он за что-то на полу Даркина. Толкнул арбитра. И арбитр удалил его с поля. Джаркаев. Филимонов спасает. Дважный спас нашу команду. Александр Филимонов. О, Тимак. Хорошо сыграл с Китом. Уже Панов на левый фланг Тихонову. Но Тихонов, можно обыгрывать. Да, против Тихонова сейчас был Лилиан Чуран. Один из лучших. Открывался, вернее, открывался так активно, но не смог до мяча дотянуться. А вот видите тот эпизод, когда спасает Сиримонов. Да, и вот уже бросился в ноги Вильторду. И вторично спас нашу команду. Хлистов подключился в атаку. Сделал передачу Титову. Титов Хохлову. Налево Тихонову. Тихонов сделал вид, что будет подавать. Решил пробить поворотом со своей коронной позиции. Но ему помешал Тюрама. Здесь уже Кандела прыгнул выше Попова. Кандела не самый высокий защитник. Винсант Кандела второе. Да, дорогие друзья, я начал говорить, что это может быть последний шанс для целого поколения наших футболистов проявить себя. В сложнейшей ситуации обеспечить сборной, все же обеспечить сборной России попадание, выход в финальную часть чемпионата Европы. Положение вне игры, положение вне игры. Давайте не расстраиваться. Дюгари был в офсайте. Хотя это первый звоночек. Вот видите, еще раз повтор этого момента. Да, конечно, конечно, совершенно очевидный офсайт. Не зря Квистов-Дюгари предъявляет претензии английский. Снулся Фабиен Бартеф. Пас направления от Анылька. Снова сыграл Смертин. И снова наши дали возможность Юрию Джаркаеву пробить. Джаркаев удар рядом со штангой, но Александр Филимонов все видел. Видел, что мяч в ворота не идет. Не хотел даже пытаться. Падает там Анопка. Показал, что его придержал за руку Тюрам. Или это просто скользкий газон. Хорошо на грудь брил мяч Панов. Вот Панов сейчас остро действовал. И снова вступил в борьбу. Здесь Десаих. Подключается Квистов. Пас Коклову. Может быть опасно. Как здорово на последнем рубеже играет Марсель Десаих. Смотрите, вроде бы все уже. С мячом Коклов. Коклов уже смотрит на ворота Бортеза. И в этот момент Анелька. Длинная передача. Все-таки мяч до Анелька дошел, но уже после паса Джаркаева. Наши отобрали. Может быть контратака. Титов получил мяч от Карпина. Вот пока более-менее ничего эта связка действует. Коклов. Карпин. Титов опасный момент. Прострел. Гол. И мяч летает в городу сновной Франции. Вот это неожиданно. Пожалуй, первая острая атака нашей сборной. Хороший перевод мяча на открывшегося Александра Панова. И 1-0. Александр Панов сборная России выигрывает на станку Франц у чемпионов мира. И мы смотрим повтор этой комбинации. Я только что отметил хорошее взаимодействие Карпина. И Титова. И в падении. Распластавшись. Во братанской площадке. Бортеза. Панов направляет мяч в детство. А если бы не этот гол был бы 11-метровый. Все дело в том, что Венсан Канделя совершенно очевидно изменил направление мяча. Падая, он сыграл рукой. Но это сейчас нас мало волнует. 1-0. Ни Ширко, ни Юрану. В запасе Владимир Бесчастных. И вот снова еще один шанс у Панова. Ах, если бы техника не подвела в этом эпизоде. Если бы он сыграл сейчас так, как сыграл. Завевает два мяча ворота московского Динамо в финале Кубка России. Титов хорошо увидел Хоклова. Хоклов отбрасывает мяч назад Карпину. Здесь один открыт совершенно Титов. А слева Тифенов. И Тифенов съет. Попытался слету пробить в ближний угол. Вот хороший сейчас навес Карпина. Вы знаете, дорогие друзья, Валерий Карпин в интервью сегодня, в интервью газетки «Этип» сказал буквально следующее. Иностранцы. Воротом такая игра с чреватым множеством офсайдов. Ой, внимание! Пяти дел. Да, Валерий Карпин. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Общественное российское телевидение продолжает прямой репортаж из Франции. Мы с вами на арене Стадо Франц в пригороде Парижа Сен-Дени. Сейчас по французскому времени, по парижскому времени примерно без 10.10. В Москве на два часа раньше вы смотрите прямую трансляцию общественно-российского телевидения. Ворота Бортеза. И так наши повели в счете. Одинка сыграли в защите за исключением отдельных моментов. И вот использовали, пожалуй, единственный такой по-настоящему голевой момент, когда Титов отдал хорошую передачу. Рядом Джаркаев. Это опасно. И пришел сюда же и Деда Шам. Но расстегается пяти. Такой аккуратский гол. Неожиданный рикошет. Филимонов падает в один угол, а мяч влетает в другой. Мы сейчас увидим повтор от этого момента. Ну, очень досадно. Очень досадно. Вот вы видите, автор забитого мяча. Эммануэль Петти. Ружели Мер, тренер сборной Франции на ваших экранах. Ну, вот смотрим. Ай! Как неудачно выставил ногу из стенки Сергей Симак. И рикошетом от его ноги. Ну, естественно, Челемон уже ничего не мог сделать. Смотрим еще раз. Ну, как неловко выставил ногу Сергей Симак. Да, вот так вот, дорогие друзья. Можно сказать, что когда мы забивали мяч в первом тайме, нам тоже помог рикошет. Мяч попал врубился вперед с кандыла. Раскочил им мяча Вильтор. Эх, так все хорошо со чистой воды случайность. Досадная плошность игрока, который стоял в стенке. И тут главное, чтобы наши не расстроились из-за этой нелепости. А тут же еще один штрафной удар. Карп падает все в тот же угол Челемонов. Его пытался атаковать Лилиан Цюрам. Челемонов достаточно жестко ответил. На скачившему ушел в поле мостовой. Вместо него вышел Кохлов. Титова, Титов прихрамывает. Кослов возвращает мяч назад. Что касается линии полузащиты. Как я уже сказал, Карпин взял на себя роль лидера в первом тайме. После угода мостового. Но, внимание, проиграл тут позицию Варламов. И Вильторс заливает второй мяч в ворота нашей команды. Типичная ошибка наших защитников. Если нам дадут по скоротому моменту с самого начала, вы все прекрасно. Вот видите, как проскочил. Где оказался Варламов. На противоходе поймал его Вильторс. Не помог Анопко. И не спас Келемонов. По-моему, мяч между ног проскочил у нашего голкипера. Вот вам и лучший бомбардир чемпионата Франции. Вильторс делает счет 2-1. Ну вот. Шанс у Панова нет в положении вне игры. Хорошо увидел Кохлов Панова. Который входил в штрафную площадку по левому флангу. Но очередной офсайд у нашего молодого форварда. А там и Панов, и Тихонов тоже был. Получал-то мяч Тихонов. Одновременно в пассивном офсайде был Панов. И в активном офсайде Тихонов. Но вот еще раз. Десаи был признан лучшим в составе сборной Франции. По итогам чемпионата мира. Да-да, именно не Зидан. Не Зидан, а именно Марсель Десаи. Это по рейтингу, который опубликовал. Там то, что воздушный шарик вылетел на поле. Опасно. Титов бьет. Но подставляет новый только что вышедший на замену Вера. И удар. Пока есть шанс. Хотя бы математически надо пытаться этот шанс использовать. Но пока что шанс этот все уменьшается, уменьшается. И опаснейший удар поворотом. Это не мешает мне быть реалистом, трезво оценивать ситуацию в нашей группе. В очень сложную ситуацию попала сборная России. И вот рвется быстрый Тюрам. Бьет и только Филимонов выручает. Мы вспоминаем все мячи, которые Тюрам забивал на чемпионате мира. Ворота сборной Хорватии. И сейчас великолепный проход. Бесчастных может быть опасно. Но сначала бесчастных немножко помешал Блан. А понимаю ваши чувства, дорогие друзья. Я понимаю, как вы переживаете за нашу команду. Вот еще раз проход Тюрама. Но смотрите, как легко он уходит. К сожалению, я об этом говорю от нашего капитана, от Виктора Анопка. И в падении бьет. Молодец, Тюрамонов. С восьмой минуты открыл счет. Но вот такая неудача в начале второго тайма. Досадный рикошет. Петиса штрафного счет сравнял. А потом гол Вильторда. Который как жалуется на то, что важнейший матч в составе сборной приходится проводить на финише такого сезона. Это не только наша проблема. Проблема с календарем. Но видите, французы как-то решают. Решают вот так. Вот там человек. Вроде бы человек, который должен был устать. По ходу чемпионата. Он забил два... Ох, какой удар. Сначала пытался пробить поворотом в Армении. Но прекрасно понимали, что главные матчи впереди. Следующую игру наши проведут уже в среду с командой Исландии. Но если сегодня мы проиграем на стадо Франц, матч с Исландией не будет иметь уже очень большого значения. Но внимание, нам возвращает надежду. Нам возвращает надежду все тот же Александр Фанук. Вы знаете, дорогие друзья, удивительный у нас форвард. Второй момент он получает. Вторую возможность в сегодняшнем матче. И великолепно ее используют. Счет 2-2. Счет 2-2, который тоже не устраивает нашу команду. И тем не менее, мы аплодируем по-новому. Вот видите, он опередил. Опередил, опередил Марселя Десаи и точно пробил в девятку, еще и подкрутив мяч в этой непростой ситуации. 2-2. Радость Филимонова. Лемер не понимает, что произошло. Как такое могло случиться? Как его знаменитая защита могла такое допустить? Могла такое допустить? Но вот есть у нас такое... Да, интересная сегодня ситуация. Я напомню, что в Москве тоже в какой-то момент был счет 2-2. Тогда мы проигрывали 0-2. Сумели сравнять 2-2 и пропустили третьими. И говорил своим футболистам, что вот этого нельзя ни в коем случае допустить на стаду. Говорил о том, что отдаст предпочтение одному форварду игре с одним форвардом. Олег Романцев. Ох, как атаковал сейчас Панов Портецов. Мы сразу вспомнили тот гол, который вдоль поля отдает Хохлову. Справа у него Карпин. Точная передача Валерию Карпину. Карпин будет навешивать. Очень хорошо удар. Ах! Мне показалось, что мяч летит в ворота. Слет убил Карпин. Цимбаларь. Отличная передача Карпина. Смотрите еще раз. Вот то, о чем говорил Карпин в своем интервью. Помните, я цитировал его в первом тайме. Играть шире и лучше, больше. Листов пас вперед. Новый мяч перелетел через голову Бесчастных. Хорошо Карпин выводит ударную позицию Хохлова. Удар. Ай, как обидно. Мяч попадает в Досаив. Бросается. Ногами вперед. Фанов. Вот смотрим еще раз этот эпизод. Как опередил Досаив. Как Лов пьет. Мяч задел, по-моему, то ли руку, то ли ногу Бортеза. Вы видите, там внизу кадра проскочил в отчаянном. Так оценил эту ситуацию английский арбитр. А вот блестящий удар поворотом. Посмотрите, мяч-то уже был уходящий. И противостоял Фанова. Один из лучших защитников в мире. Марсель Досаив. Но ни он, ни Бортез ничего не смогли поделать. Клистов отбивает мяч. Немножко неловко. Вильторд бьет в угол. На месте Феремонов. И Вильторд на вашу... Нет, просто штрафной удар. А вот удар Вильторда. Поворотом Феремонов на месте. Нет, желтой карточки нет. Пол Даркин отодвигает стенку. Дайма французы. Забили гол. Бесчастность здесь не смог противостоять Веера. Веера очень высоко выпрыгнул. Вот смотрите как. Нет и положения вне игры не было. Хорошо сыграл головой. Как сыграть головой? Пяти подает. Опрыгал Джаркаев. Что-то из них принял удар на себя. Билл Тюрам. Атака французов продолжается. Пяти. На вес. И Варламов не рискуя выбивает мяч на два. Два. Счет, который, повторяю, не устраивает нашу сборную. Эх, в другой ситуации. Вера бьет поворотом. Но до этого было нарушение чемпиона мира на его переполненном 80-тысячном стадионе. Сыграть ничью. 2-2. Забить два мяча. Результат не то, что удововоримый, а просто прекрасный результат. Но не в той ситуации, в которой сейчас находится наша сборная. Варламов борется с Джаркаевом. Бесчастно кормится к мячу. Опередил Блана. Хорошая передача. Цымбаларь. Но! Идет дальше. Пас. Удар. Гол. Гол. Валерий Карпин забивает третий мяч. Города французов. Смотрите, как здорово сделали наши футболисты. Потеряли бдительность французы. Цымбаларь сделал великолепную передачу Карпину. Мы ведем со счетом 3-2. Это какая-то фантасмагория. Смотрите. Бесчастный, которого я критиковал. Специально критиковал, чтобы не сгладить. Честное слово. Сделал передачу Цымбаларю. Великолепный пас назад. Вот он опыт. Вот он опыт Ильи Цымбаларя. Я говорил о том, что этот футболист не в лучшей форме. Что была серьезная травма. И тем не менее, в нужный момент именно Илья Цымбаларь сыграл. Вывел на удар с Карпина. И тот уже пил в пустые ворота. Ну, точнее, там были два защитника на линии ворота. Они ничего не смогли сделать. Да, вот это интрига. Такого матча, дорогие друзья, мы давно с вами не видели. Франц. Молодцы наши ребята. Несмотря ни на что, на всю критику. А я в основном говорил это потому, что не хотел слазить наших футболистов. Мы сыграли великолепно. У нас отличная команда. У нас прекрасный тренер.